Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаева-Черкесия. События четверга в репортажах наших корреспондентов. Волонтеры и медики Карачаева-Черкесии наравне с врачами инфекционного отделения борются с коронавирусной инфекцией. Рискуя своим здоровьем, неравнодушные студенты на разных площадках оказывают всевозможную помощь жителям республики. Подробности в репортаже Руслана Джукаева. Добровольцы – это люди доброй воли. Они помогают и не ждут ничего взамен. С момента создания в республике штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией студенты Медицинского института Северокавказской государственной академии активно подключились к его работе и на разных волонтерских площадках вели свою добровольческую деятельность. Мы встретились с директором Медицинского института и узнали, кто же они – герои нашего времени. Волонтеры медики, то есть наши студенты, это 5-6 курс, они буквально вот 6 курс через месяц это уже врачи получают дипломы, могут работать участковыми терапевтами. Они понимают ситуацию нашей республики и во всем мире. И поэтому, я думаю, они сами хотят помочь и своим коллегам в данной ситуации и людям. Так как задача врача – это делать добро, помогать в тяжелой ситуации. В конце марта была организована встреча 43 студентов старших курсов Медицинского института с руководством Министерства здравоохранения. После студента прошли курсы дезинфекторов и среднего медицинского персонала по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в обоих госпиталях работает 28 студентов. И сегодня, после смены, мы смогли получить обратную связь от студентов, которые находятся в самом эпицентре событий. Я являюсь студенткой 5-го курса, работаю в госпитале. И я считаю, что именно я, именно мы должны сейчас здесь находиться, помочь нашим врачам нашей республики. И для нас это, конечно же, колоссальный опыт. Работать очень-очень тяжело, как морально, так и физически. Мы пришли сюда как волонтеры, добровольцы, чтобы помогать нашим коллегам, нашим врачам, среднему медперсоналу, младшему. Почему? Потому что сейчас именно наша помощь, думаю, необходима, и наша поддержка в такое время, она очень важна. Стараемся по мере возможности работать, и мы для себя тоже узнаем много нового. Это большой, колоссальный опыт. Вот хотелось бы сказать всем, сидеть дома. И сидя дома, вы помогаете не только себе, но и нам. 6 апреля в медицинские учреждения республики было направлено 180 студентов, которые параллельно проходят практику. Помимо этого, волонтеры-медики принимают участие в работе единого штаба по оказанию помощи маломобильным гражданам республики. Руслан Жукаев, Руслан Харченко. Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас информация из оперативного штаба. На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии выявлено 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в республике 464 подтвержденных случаев. Из них 41 человек выздоровел. 240 госпециализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции. Средствами индивидуальной защиты медицинские работники, работающие в инфекционных госпиталях, а также медицинские работники, которые сталкиваются с условно заболевшим человеком, условно потому что у него нет еще результата анализов, они обеспечены средствами индивидуальной защиты. Единственное, есть небольшая разница в этих средствах. Те, кто работает в госпиталях, для них одни должны быть средства индивидуальной защиты, а те, кто работает на станциях в скорой помощи или в приемных отделениях, у них предусмотрены другие. Основной вопрос при лечении больных COVID-19 – это, конечно, кислородная поддержка, поскольку в первую очередь органом, мишенью являются легкие. Все госпиталя, которые открыты, у нас обеспечены кислородом, и, соответственно, недостатка в этом виде лечения, то есть проведение кислородной терапии, у нас нет. Больные получают его в полном объеме. Всего один день отделяет нас от 75-летия Великой Победы. Каждую семью затронула Великая Отечественная война. И в каждой семье есть свои герои, на которых равняются, которыми гордятся. О судьбе одного солдата Ивана Гавриловича Лисового в репортаже Аллы Динаевой. Великая Отечественная война шла уже третий год, когда в ноябре 1944-го из станицы Сторожевой Зеленчукского района был призван на фронт 17-летний Иван Гаврилович Лисовой. С военкомата Черкеска солдат повезли в Нальчик в 6-й стрелковый ущепный полк. В 1944 году Германия в войне с Советским Союзом стала терпеть поражение. В 1944-м завершилась и Днепровская карпатская стратегическая наступательная операция, одна из самых масштабных за период Великой Отечественной войны, продолжавшаяся 116 суток с декабря 1943 по апрель. А еще в этом месяце был полностью освобожден Крым. Но даже после окончания Великой Отечественной войны Иван Лисовой служил связистом в авиационных войсках до 1951 года. Бросили в Сталитград, в Сталитград обратно на пути, и это через море в Иран. В Иран завезли там 90 туннелей, проезжали через Тихийград, и назад к морю в Решт. В Решт мы там пробыли, я не знаю, сколько месяцев. В Решт мы шли, пешком не гнали сильно. Три дня шли, один день отдыхали. А потом тут у Бастаре уже, здесь через границу по списку пропускали, потому что, может, какой диверсант, по списку мы переходили, перешли в Астару. Затем их направили в Тиблиси, в 37-й авиаполк связи, где солдаты прошли курсы, и их служба здесь продлилась еще два года. Затем нас перебросили в Баку, в 80-й авиаполк, и только в 1951 году, завершив долгую службу, Иван Лисовой приехал в родную станицу. Женился на Евдокии Федоровне, она была искусной рукодельницей. Без ее красивых искусственных цветов не обходилась ни одна свадьба в станице. Яркими и необычными цветами украшали автомобили. А супруг Иван Гаврилович после долгой службы работал оператором в лактозном цехе маслосырзавода в станице Старожевой. Работала я там, мы все равно держали корову. Я лично, у него сыновей нет, но лично я с ним всегда ездила на Апакос заготавливать на зиму сено. С супругой Евдокией Федоровной они вырастили троих дочерей. Трудолюбивый, заботливый, строгий и очень внимательный отец. Собираться вместе в родительском доме 9 мая – традиция в семье ветерана. Ежегодно поздравить отца с великой победой на протяжении 50 лет. Из Санкт-Петербурга приезжает старшая дочь Лидия. Она заслуженный учитель России, но в этом году впервые Лидия Ивановна будет поздравлять отца по телефону. И каждое лето я стремилась туда, на мой родной Кавказ. Помните у Лермонтова? Синяя гора Кавказа, вы взлелеяли детство мое. Вы носили меня на своих одичалых хребтах, облаками меня укрывали. Воздух там чист, как молитва ребенка. И ты, папа, почти 9 лет служил в Закавказье, в Иране. Вы тогда были молоды, но по любому призыву готовы были идти в бой. Сейчас ветеран гостит в Черкесске у младшей дочери Анны. Здесь в городе проживает и средняя дочь Валентина. У Ивана Гавриловича 5 внуков и столько же правнуков, которые гордятся дедушкой и поздравляют его с наступающим праздником. Хотел сказать спасибо ветерану, кто пережил Великую войну. За вашу середину, за ваши раны, за то, что от врага есть страна. Алла Динаева, Рашид Токов, Вести, Карачева, Черкесия. Ну а сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. По сообщению синоптиков. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, днем в отдельных пунктах Сильный и Гроза. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 4, плюс 9, а днем 10-15 выше нуля. А в горах ночью местами до минус 1, а днем плюс 3, плюс 8. В Черкесии ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь и гроза. Температура ночью плюс 7, плюс 9, а днем 12-14 градусов тепла. Это Вести в прямом эфире и мы продолжаем. Говорит Черкеск в эфире радио России Карачаева-Черкесия. С этих слов начинают утро вот уже 62 года сотрудники филиала главного радио страны. Радиожурналисты ГТРК Карачаева-Черкесия, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, рассказывают радиослушателям о событиях, происходящих в нашей республике. И, конечно, сегодня свой профессиональный праздник, День радио, журналисты встречают на своих рабочих местах, рассказывает Али Баташев. Времена проводного радио уже давно сменились качественным цифровым вещанием. Сейчас программы «Радио Россия» можно услышать из любого современного радиоприемника. Стоит настроиться на волну 91,2 на FM-диапазоне, и вы услышите одну из радиопрограмм, подготовленную радиожурналистами ГТРК Карачаева-Черкесия. Рост заболеваемости гриппом наблюдается каждый год примерно в одно и то же время. Как только в ноябре наступают холода, число больных в медучреждениях республики начинает постепенно расти. Ежедневно пятеро радиожурналистов информационного отдела готовят три выпуска вестей, где рассказывают о главных событиях республики. В эфире только проверенная достоверная информация, изложенная ясно, лаконично и профессионально. Радиожурналистика имеет свои особенности. Работать, допустим, на телевидении я не смог бы. Ну не знаю, для меня это какой-то, наверное, внутренний барьер. Здесь на радио ты сидишь в студии, ты можешь жестикулировать, вести себя, ну в принципе, как угодно. То есть можно сесть спокойно и читать текст, или говорить с человеком. Вот это такая, может быть, какая-то камерность, вот этот процесс, который, ну вроде бы никто не видит, но в то же время у тебя есть какая-то свобода действия. Ты сидишь спокойно, твой респондент не нервничает, он не видит камеру. Потому что многое интересно. Каждый день, как и у вас же другой собеседник, и каждый день думаешь, вот, учительница одной тоже расскажет, как та в прошлом месяце. Но нет, оказывается, у каждого свое призвание, у каждого свой взгляд на свою работу. Точно так же, как и у моих, наверное, других коллег, думаю, каждое утро просыпаюсь, думаю, нет, как хорошо, что я иду на работу. Наряду с выпусками вести в сетке «Радиовещание на русском языке» еженедельная часовая аналитическая программа «Ракурс», радиожурнал «Зори Кавказа» о событиях в СКФУ, публицистическая программа обозрения и более 20 тематических рубрик «75 лет победы» важно знать и другие о политике, экономике, искусстве и культуре народов республики. По традиции, в свой профессиональный праздник в Доме радио поздравляют ветеранов службы радиовещания и всех тех, кто связал свою жизнь с радио. Дорогие коллеги, я искренне и от души поздравляю вас с профессиональным праздником, с Днем радио. В этот день хочется пожелать вам творческого долголетия, мира, здоровья. Добра желаю. В наше нелегкое время я своим коллегам желаю крепкого здоровья, с оптивизмом выйти из сложившейся ситуации. В этом году работники республиканского радио отметят 62 года с начала радиовещания на территории Карачаева-Черкесии. Сотрудникам регионального филиала главного радио страны всегда есть о чем интересно рассказать на пяти основных языках народов республики – русском, карачаевском, черкесском, абазинском и нагайском. Али Баташев, Мухаммед Ошибоков, Вести Карачаева-Черкесия. Песни Победы поем всей страной. Попури из популярных военных песен смотрим и подпеваем нашим артистам. Песни Победы поем всей страны. Песни Победы поем всей страны. Песни Победы поем всей страны. Преданным святому кровному родству. В каждом новом доме, в каждой новой песне. Помните ушедших в битву за Москву. Свою судьбу, с твоей судьбою, пускай связать я не смогла. Но я жила, жила одним тобою, я всю войну тебя ждала. Но я жила, жила одним тобою, я всю войну тебя ждала. С великим праздником победы! Таким был четверг Карачао-Черкесии. А прямо сейчас большой юбилейный концерт Александра Пахмутова. Приятного продолжения вечера и ждите только добрых вестей.